Не может быть. У неё 41,7. Спокойно. Оказавшись в детской комнате, мы видим женщину и её маленькую дочь Сьюзи. Рядом сидит мужчина, одетый во всё чёрное. Он слышит мысли матери, бесконечно молящей Бога, чтобы девочке стало лучше. Сьюзи дружелюбно протягивает мужчине руку, и только она видит и замечает его присутствие. Температура 40,8. Она в сознании, понимаете, что с ней? Она сказала, что видела в своей комнате какого-то человека. В клинике девочки экстренно оказывают помощь, где через стеклянную дверь палаты она встречается взглядом всё с тем же мужчиной в чёрном. Внезапно у неё пропадает пульс, начинается тахикардия, и девочка умирает. Ты господь, да? Нет. Меня зовут Сэд. В палате мама оплакивает дочь, в то время как Сьюзи уходит по длинному коридору, держась за руку с таинственным мужчиной. Удобно устроившись на дорожной вывеске, Сэд, который провожал Сьюзи наверх, достает свою тетрадь и с удивлением рассказывает другу о том, что девочке больше всего в жизни нравился её фланелевый комбинезончик. Каждый из них задумывается, каково это – прикоснуться к человеку. Множество ангелов, одетых во всё чёрное, незримо присутствуют рядом с людьми, слушаясь в их мысли, оберегая от фатальных ошибок и подталкивая на правильные поступки. Все вместе они встречают рассветы и провожают закаты, где слышат пение, больше напоминающее пение Господа. Все они обладают сверхспособностями, живут вечно, перемещаются со скоростью света. Обычные люди их не видят, пока они сами этого не захотят. Но в то же время они не могут ощутить дуновение ветра на своём лице. Молодая и привлекательная девушка по имени Мэг Грайс работает хирургом. Девушка проводит операцию, где царит своя атмосфера. В какой-то момент прибор показывает перебои в работе сердца. Операция завершается как по учебнику, однако внезапно у пациента отказывает сердце, и доктор Айс делает всё возможное, чтобы его спасти. Рядом уже стоит ангел, но Мэг Грайс не сдаётся и в какой-то момент пристально смотрит ему в глаза, будто бы видит его напротив. К сожалению, спасти пациента ей так и не удаётся. После операции Мэг Грайс, как главный хирург, выходит к семье принести соболезнования. После чего от наплыва эмоций она выбегает на пожарную лестницу и плачет, обвиняя во всём себя. Сет безмолвно за ней наблюдает, внимательно рассматривая лицо и слёзы. Чуть позже, прогуливаясь по супермаркету, Сет уверяет друга, что девушка-врач видела его. Но друг заверяет, что это невозможно, пока он сам этого не захочет. Он рассказывает Сету, что однажды в супермаркете слепая старушка обернулась к нему и попросила передать с полки соль. Она была слепа, однако она чувствовала, что он там был. Ранним утром в пустой операционной, склонившись над столом, в темноте стоит доктор Айс. Она ещё не оправилась от смерти своего пациента, а сегодня ей предстоит другая операция. Однако выясняется, что по решению руководства операция перенесена. Доктор Джордан, будучи в отношениях с Мэг, пытается её успокоить. Он объясняет, что видел историю болезни, и она всё сделала правильно. Ей не стоит себя винить. Мэгги недовольна тем, что её операцию перенесли, поскольку считает, что она в порядке, а решение руководства компрометирует её перед персоналом. Позже, войдя в палату к мистеру Мессенджеру, Мэгги замечает, как из-под одеяла пациента вываливается баночка мороженого. Доктор отчитывает больного, поскольку ему нельзя употреблять сладкое, но тот возмущается и настойчиво спрашивает о причинах отложенной операции. Бассейн реки Амазонки на севере казался необозримым. Самая высшая правда на эту тему остаётся невысказанной и не может быть высказанной. Праздник, который всегда с тобой, Эрнест Хемингуэй. Избегая встречи с женой мистера Мессенджера, Мэгги спускается в отдел педиатрии и сидит среди новорождённых. Она признаётся своей подруге Энн, что прячется от жены своего пациента, которая, судя по всему, хочет быть уверена в том, что всё пройдёт хорошо. Но как она может обещать, если после стольких операций пришло вдруг осознание того, что от неё ничего не зависит? Совершая ночной обход, Мэгги вдруг замечает мужчину, одетого в чёрное, того самого ангела, который был в операционной. Она сообщает ему, что время посещения уже закончилось, предполагая, что он пришёл к мистеру Мессенджеру. Однако Сэд говорит, что он к ней, и называет её по имени, говоря при этом, что прочитал его на бейдже, а после убеждает Мэгги в том, что пациент, умерший на её операционном столе, не был в это время в одиночестве. Мэгг в полном отчаянии думала, что пациент выживет. Он живёт. Но не так, как вы думаете. Доктор Айс говорит, что не верит в жизнь после смерти, и с улыбкой рекомендует ему покинуть больницу, пока не пришла охрана. На что Сэд отвечает, что некоторые вещи всё равно существуют, вне зависимости, веришь ты в них или нет, после чего исчезает. Позже доктор замечает, что её имя на бейдже пишется в сокращении. На следующий день после этого разговора Мэгги словно избавилась от проблем, чувствует себя прекрасно и блестяще проводит операцию на Таниэлю Мессенджеру. В процессе которой думает о таинственном незнакомце. Ох, уж эти его глаза, как он смотрел. Принимая Ванну при свечах, Мэг вспоминает Сэд и его взгляд, смотрящий прямо в душу. Она не знает почему, но очень хочет повстречаться с ним снова. Мучаясь от бессонницы, девушка находит на прикроватном столике книгу Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой», которую ранее Сэд читал в библиотеке, где проводит основную часть своего существования. Бодрая и окрылённая Мэгги с книгой в руках спешит найти Джордана, чтобы узнать, как он догадался, что ей нужен был именно этот отрывок. Отрывок из книги, который её прибодрит. Однако выясняется, что он ей ничего не давал. Мэгги отправляется в библиотеку, чтобы узнать, кто из пациентов брал книгу. И рядом со стеллажом Хемингуэя она снова встречает Сэда. Пытаясь узнать о нём хоть что-нибудь, Мэгги расспрашивает, чем он занимается. Сэд рассказывает ей, что он посланник, однако девушка не до конца его понимает и думает, что он что-то вроде посыльного. Под осуждающие взгляды других ангелов, Мэгги с Сэдом покидают библиотеку и отправляются на прогулку. Мэгг рассказывает ему, что очень любит груши и пытается ему описать вкус так же подробно, как Эрнест Хемингуэй. Для Сэда это очень важно, поскольку такие чувства ему недоступны. Вернувшись в больницу, Мэгги рассказывает Сэту, как решила стать врачом, а затем откровенно делится, что не верит в Бога и жизнь после смерти. Но после той самой операции, когда она сделала всё правильно и приложила все усилия, а пациент всё равно умер, она задумалась о существовании высших сил. Внезапно она получает вызов по Пейджеру, а вернувшись в лабораторию, не находит Сэда. Оказавшись в палате Натана Мессенджера, Сэт дотрагивается до него. И внезапно тот обращается к Ангелу, что не может его видеть, но знает, что он здесь. Он просит передать наверх, что его время ещё не пришло. И он живее всех живых. Дома Мэгг узнаёт, что на выходные Джордан запланировал совместную поездку на озеро Таха. Мэгги начинает понимать, что их отношения словно складываются не так, как бы она хотела. Ночью она всё так же просыпается и не может больше заснуть. Тем временем Сэт появляется перед Мистером Мессенджером. Ангелу любопытно, откуда он узнал о его присутствии. Сидя в закусочной, Мессенджер рассказывает, что в прошлом тоже был посланником. Выясняется, что Ангел может стать человеком, но для этого нужно совершить прыжок, отказавшись от всего, что доступно Ангелам. Знание всех языков, чтение мыслей, перемещение со скоростью света, вечная жизнь, где нет ни боли, ни страха, а лишь красота и покой. Ностальгируя, Мессенджер спрашивает, собираются ли они всё ещё на закате солнца, и просит Сэта взять его с собой. Ангелы слушают прекрасную музыку, встречая рассвет, а на глаза Мессенджера наворачиваются слёзы, ведь он больше не может её слышать. На утренней прогулке с собакой Мэгги вновь встречает Сэта. Она признаётся, что хотела бы провести с ним весь день, однако совсем ничего о нём не знает. Чуть позже она его целует, но девушку приводит замешательство, что Сэт не знает, как объяснить то, что чувствует. На вечеринке в честь выписки Мессенджера, Мэгги пытается как можно больше выведать о Сэте. Ей на глаза попадается фотография, на которой вместо Сэта она видит лишь свечение. После вечеринки девушка приглашает Сэта к себе, и во время резки капусты замечает, как он порезал палец, но Сэт никак не реагирует. Решив проверить, Мэгги нарочно режет его руку и обнаруживает, что нет ни крови, ни пореза. В слезах девушка требует, чтобы Сэт немедленно ушёл, и Ангел признаётся, что влюблён в неё с тех пор, как впервые увидел в операционной. Она отчаянно боролась за жизнь пациента, которого он пришёл забрать. Мэгги в шоке и отказывается в это всё верить, после чего прогоняет мужчину. Сэт больше не видим для Мэгги. Он не появляется даже, когда она его зовёт. Однако Ангел продолжает присутствовать в её жизни, обнимая и оберегая её сон. На следующий день Джордан застаёт Мэгги в раздевалке и, преклонив колено, делает ей предложение с просьбой не торопиться с ответом. После девушка отправляется проверить здоровье Мессенджера. В расстроенных чувствах она задаётся вопросом, зачем же Бог познакомил их с Сэтом, если они не могут быть вместе. Мессенджер понимает, что Ангел ни о чём не рассказал девушке и приоткрывает ей тайную завесу жизни посланников. Узнав все подробности, в которые девушке было трудно поверить, Мэгги идёт в библиотеку и всюду ищет Сэта. Она сообщает ему, что пришла проститься, потому что её парень сделал ей предложение. Ей важно быть рядом с человеком, который чувствует прикосновение её рук. Далее, под пристальный взгляд собравшихся ангелов, Мэгги покидает библиотеку. Утратив всякую надежду, Сэт стоит на краю строящегося небоскрёба и решительно делает шаг в них. С трудом открыв глаза, Сэт обнаруживает на своих руках кровь и улыбается от счастья, пробуя её на вкус. Он понимает, что стал человеком и радостно скачет по улице, прямиком в больницу к Мэгги. Я сейчас отдышусь. Ведь я дышу! С трудом добравшись до больницы, он узнаёт, что Мэгги уехала в Тахо и понятия не имея, где это, срывается на вокзал. В попытках поймать попутку, он становится жертвой грабителей, которые оставляют его без обуви. Отказавшись от своих способностей, Сэт, став человеком, начинает понимать, что это такое и насколько жесток этот мир. К счастью, этот мир не без добрых людей. Промокшего и замёрзшего, его предлагает подвезти один дальнобойщик. Увидев на пороге Сэта, Мэгги сразу всё понимает. На вопрос, не опоздал ли он, девушка говорит, что не могла выйти за Джордана, ведь она любит только его. Наслаждаясь прикосновениями друг друга, Сэт ощущает себя самым счастливым человеком на свете. Впервые Сэт ощущает то, что раньше ему было недоступно. Мэгги накрывает на стол, предвкушая их совместный завтрак. Однако ей кажется, что к столу чего-то не хватает и отправляется за продуктами. После того, как она посещает местный магазинчик, Мэгги спешит домой и радуется солнцу. Радуется, что она наконец счастлива с человеком, которого по-настоящему любит. Тем временем Сэт спускается вниз и садится за стол в ожидании, как вдруг свеча потухает. И чувствуя неладное, Сэт выбегает из дома. На трассе он обнаруживает Мэгги, пострадавшую от столкновения. Водитель грузовика уже убежал за помощью, и девушка просит Сэта не оставлять её одну. И в последнюю минуту жизни говорит Сэту, что больше всего в жизни ей нравился он. Опустошённый утратой Сэта вымещает злость на своего друга-ангела. Он не понимает, почему Бог допустил это. Друг объясняет ему, что такова жизнь. И однажды Сэт тоже умрёт. Теперь Сэт чувствует боль утраты, что отдал бы весь мир за аромат её волос, за один поцелуй и прикосновение руки. В конце фильма мы видим, как Сэт, потеряв единственного любимого человека в своей жизни, продолжает радоваться простым вещам, в котором обычные люди давно потеряли интерес. Сэт приходит на пляж, где собираются ангелы. Он их не видит, но знает, что они там есть. Скидывая ботинки, он ощущает, как волны плещутся под его ногами. И понимает, что скоро они встретятся с Мэгги наверху. Ведь там они продолжают жить, только не так, как мы думаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова